Российские оккупанты снова попытались прорвать оборону на Кураховском направлении, но их пыл быстро умерили таврические десантники. Артиллерия, минометы, ударные дроны, противотанковые ракетные комплексы, минно-взрывные заграждения не дали шансов захватчикам прорвать оборону украинских защитников 79-й бригады. Как результат, уничтожена техника противника и ликвидирована российская пехота. А на остальных участках фронта ситуация следующая. На Лиманском направлении армия захватчиков атаковала с помощью авиации вблизи Новоегоровки, Тернов и Торского. Сохраняется активность противника на Покровском направлении. Там силы обороны пресекли попытки российских оккупантов штурмовать Миролюбовку, Промень, Лысовку и Пустынку. Ожесточенные бои продолжаются и на Кураховском направлении, в частности, вблизи Новоселидовки, Вознесенки, Новодмитровки, Дальнего и Антоновки. Также армия РФ нанесла авиационный удар по Курахова. Тяжелейшие бои происходят по нескольким направлениям на Кураховском фронте. Речь идет о том, что оккупанты пытаются использовать тактику опять флановых охватов, позиции вооруженных сил Украины. Но кроме этого бои ведутся непосредственно в самом городе. Оккупанты на Кураховском направлении, кроме непосредственного решения военных задач, перешли к тактике организации искусственных техногенных катастроф. Речь идет о нанесении удара по гребле Кураховского водохранилища, которое должно, по мнению оккупантов, соответственно, вызвать гидроудар, то есть затопить территории, контролируемые вооруженными силами Украины. Но самое опасное то, что данную практику оккупанты пытаются тиражировать и на оккупированных территориях Запорожской области практически одновременно. В то же время в Торецке ведутся тяжелые городские бои. Об этом сообщила спикер оперативно-тактической группировки войск Луганск Анастасия Бобовникова. Она также подчеркнула, что российские оккупанты проводят накопление техники и личного состава в районе Часового Яра и на Северском направлении. Тем временем во Франции завершает подготовку украинская бригада имени Анны Киевской, которая станет важной боевой единицей на фронте. Бригада насчитывает 4,5 тысячи военнослужащих. В ее составе пехотные батальоны, артиллерийские расчеты, инженеры и другие специалисты. В подготовке украинских защитников принимают участие полторы тысячи французских инструкторов. Они обучают не только эффективным боевым действиям, но также эксплуатации и обслуживанию современного вооружения, предоставленного Францией. Арсенал бригады будет включать 18 легких танков, 18 самоходных артиллерийских установок «Цезарь», 128 бронетранспортеров, противотанковые и зенитно-ракетные комплексы, а также другое вооружение. А пока украинские защитники успешно используют на фронте современные технологии. 14-й отдельный полк беспилотных авиационных комплексов уничтожил САУ «Россиян» с помощью барражирующего боеприпаса с системой донаведения. Это современное средство запускается минометным способом, после чего ему задается маршрут патрулирования. При обнаружении цели оно автоматически начинает вектор атаки, захватывает цель на финальном участке и точно ее поражает. 1520 российских военных ликвидировали силы обороны Украины за минувшие сутки. Потери российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину превысили 717 тысяч человек, сообщили в генштабе ВСУ. Также за сутки силами обороны Украины уничтожены 11 танков, 21 боевая бронированная машина, 20 артиллерийских систем, 2 средства ПВО и 34 беспилотника. Кроме того, украинские защитники сожгли 77 единиц автомобильной техники противника. Обстрелы, дроны и снова обстрелы. Такая ситуация сейчас по всей линии фронта. Населенные пункты вблизи Торецка могут по несколько раз переходить то под контроль ВСУ, то российской армии. Задержки на одном месте здесь нежелательны, если российские оккупанты обнаруживают цель, пехоту или технику, сразу пытаются ее уничтожить. Детекторы дронов здесь срабатывают постоянно. Это одна из передовых позиций танкиста батальона «Карпатская сечь». До противника всего несколько километров, поэтому танк тщательно замаскирован. Он трофейный, захваченный в бою. Т-80, он трофейный, мы его трофейли под Изюмом в 1922 году. Там трошки подремонтировали, но в целом он очень редко ломается и уже два года, можно так сказать, уничтожить врага. У них же оружие их и уничтожить. Танк, взагалі, за два года показал себя очень эффективно, не только как оружие наступы, что можно только нею наступать, проводить штурмы, а и очень точная артиллерия. Зачастую так и бывает, что точнее, чем артиллерия, мы стреляем. Украинские защитники рассказывают, противник разработал новую тактику своих действий. Теперь они пытаются малыми группами пройти мимо боевых расчетов, избегая при этом прямых столкновений. Мы для себя нашли возможность противостоять таким тактичным действиям противника. Мы используем так же малые группы, розосереджуем, створим систему вогневых позиций, систему спостережных позиций, систему секретов, заседок и так далее. Вилавляючи их и меньшую количество особого склада, пытаясь створить единую систему обороны, не допускаючи просувания противника. Через Торецк российская армия пытается прорваться в Константиновку и сдерживать ее все труднее, говорят бойцы ВСУ. Соотношение сил на этом участке едва ли не один к десяти, но украинские военные делают, казалось бы, невозможное. Було зранку помечено группу, 12 человек, ну, ворожу, зрозуміло, вони зайшли в будинок. Викликали наш танк, було вражено цей будинок, там вікна попадали вони, вхід в будинок, но до вечера ворог так і не вийшло звідти. Під вечер приїхало дві БМП-2 на евакуацію, я так розумію, вже тіла, або, може, там хтось був все-таки трехсотий. І через те, що танк вже туди наведений, хлопці дуже гарно стріляють, ті дві БМП-2 також були вражені танком. Натиск противника под Торецком колосальний, но батальйон «Карпатская січ» буде здерживать российських оккупантов здесь до тех пор, пока в этом буде необхідність. Наталья Гусак, Артем Воронин з Донецької області. Для телеканала «Фридом». Владимир Новиков с позовним «Белый» – командир отряда «Шторм» 110-й бригады батальйона так называемой ДНР. В 90-х и 2000-х был осужден за кражи. В 2014-м году он примкнул к пророссийским боевикам, а в сентябре этого года его арестовали в Донецке. Отправдывать «Белого» тут же принялись зет-пропагандисты. В частности, в прошлом актриса Яна Поплавская, сын которой снял о «Белом» несколько фильмов. Словом Поплавской, Новиков наступил на хвост наркоторговцам, которые толкали дурь бойцам, после чего гродатые барыги напали на военного и его жену, и, написав на него донос, упекли под арест. Актриса возмутилась, что командование не вмешивается и не вступается за успешного командира, обезглавив его отряд, пока сам «Белый» нужен в бою. В конце своего поста Поплавская обратилась к Следственному комитету, попросив направить в Донецк непредвзятых и неподкупных следователей. После того, как в ноябре суд в оккупированном Донецке продлил арест Новикова, Поплавская опубликовала видео, в котором российские военные просят того отпустить. Просим всех, кто может повзаимодействовать в этом вопросе, выпустить нашего командира, дабы мы дальше нормально двигались, потому что мы его любим. А вот в связанном с силовиками анонимном телеграм-канале ВЧК ГПУ появилась информация, что «Белого» задержали после того, как в его части обнаружили заложников, которых командиры били и унижали, отбирая к тому же их деньги. В таких собачьих вольерах содержались 17 военнослужащих части. Стало известно также о другом причастном к пыткам некоем Гвоздеве с позывным «Гвоздь». По их данным, против Новикова и Гвоздева было возбуждено уголовное дело по статьям за разбой, вымогательство и похищение человека. Спасенные заявили, что им повезло, так как заложников, которые были до них, обнулили. Пишет ВЧК УГПУ, публикуя список фамилий освобожденных военнослужащих. Отчасти это нашло подтверждение в том, что один из рядовых частей был замечен за тем, что пытался найти медиков, которые смогут отправить скелетизированные останки под фамилиями павших бойцов, списать убитых домой. Изданию «Медиазона» удалось установить личности трех потерпевших военнослужащих и связаться с матерями нескольких российских солдат, подвергавшихся пыткам, сообщает журналист Майкл Наке. Все женщины отмечают, что на момент подписания договора с Минобороны их сыновья находились в исправительных колониях. «Да, он был в плену у своих же», рассказывает «Медиазоне» пожилая мама 23-летнего Аслана Агачева из Карачаева, Черкесии, отказавшаяся назвать свое имя. «Били, били палками, когда уже он в больницу попал, мы узнали», сказала она. В беседах с журналистами издания «Медиазона» опрошенные подтвердили, что сыновья жаловались им на побои и вымогательства. Мать одного военнослужащего, Наталья Котелевских, обвиняет задержанных командиров в том, что они подсадили сына Виктора Мишагина на наркотики. Сын рассказал ей, что у него забрали банковскую карточку и требуют деньги за возможность не отправляться на передовую. Когда ему пришли подъемные 800 тысяч при заключении контракта с Минобороны, у него гвоздь забрал, по-моему, 300 тысяч, говорит Котелевских. Там еще один есть бандит, или кто он там в этой же части, 426.00. Его Адам зовут, продолжает женщина, и он у него сына забрал деньги. Три миллиона. Сын от страха ему отдал карточку, тот распоряжался карточкой, говорит, что продал ему машину. 20-го числа должны деньги прийти, все они 200 тысяч получают, а сейчас 40 тысяч аванса пришли, но он деньги не видит. Они его сажают на эту наркоту, на эти соля, и он невменяемо не слышит, не видит никого. По словам журналиста Майкла Наке, подобных случаев в российской армии очень много, но далеко не обо всех становится известно. В этой армии вообще нет невиновных. Ни среди командиров, как этот Белый Гвоздев, ни среди их подчиненных, как эти сидящие в клетках для собак люди, пошедшие за деньги или по глупости. Там нет невинных, они все на территории Украины, они все участвуют в убийстве украинских граждан, в геноциде Украины, в уничтожении домов. Однако, если вам вдруг кажется, что придя на эту войну, вы заработаете много денег, станете героем, станете, не знаю кем, новой элитой, то вот кем вы станете. Собакой в вольере, которую подсадят на соли, и которая может выживет, если вам повезет, и ваши командиры в баре подерутся с прокурорами. Также изданию «Медиазона» удалось дозвониться супруге Александра Гвоздева, еще одного арестованного за опытки над солдатами. Женщина от комментариев отказалась, заявив лишь, что все обвинения – ложь.